Сейчас мы находимся на одном из центральных коллекторов по улице Петра Дорошенко, на котором мы производим аварийные работы в связи с проблемой прохождения стоков. 23 февраля наша бригада выехала по вызову на данный участок, где обнаружили, после анализа, проведенного нашими специалистами, обнаружили разрушение трубы на глубине 4 метров. Коллектор заложен в 1976-1980 году, он строился, диаметр коллектора 700-800 мм, состоит он из железобетона материалов, и это является основным центральным коллектором по улице Петра Дорошенко, который начинается еще от улицы Интеркультурной и заканчивается на улице Шмидта, пересечении Ивана Алексеева, дальнейшим прохождением на нашу насосную станцию КНС, на пересечении улицы Петра Дорошенко и Ивана Алексеева. Работа сегодня ведется силами водоканала, разрытие, как я уже говорил, порядка 4-4,5 метров. Мы планируем работы закончить в сжатые сроки, тем самым привыкаем к технику подрядчика, потому что своей техники недостаточно для оперативного решения работы. Стоки на сегодняшний день мы направляем в обход аварийного участка путем перекачивания двумя помпами, и также мы поддерживаем участки некоторого коллектора своей спецтехникой и лососом. Проблемы по прохождению стоков сегодня сняты, стоки принимаются с домов нормально, подтоплений нет, жалоб тоже отсутствует, работы продолжаются, планируем в течение месяца эти работы выполнить. Скажите, пожалуйста, вот эти работы, они как-то связаны с работой бассейна, как сплетничают некоторые? Ну, скажем так, бассейн находится намного дальше от места, где мы обнаружили провал коллектора. Так как направление стоков идет в сторону зеленой поликлиники, ну и также в сторону нашей КНСК, то мы видим, что в бассейне никакого отношения к этому провалу просто гипотетически не может быть, потому что он находится на расстоянии где-то порядка 200 метров от обнаруженного провала. То, что мы разрыли там в непосредственной близости, на первый взгляд, это чисто технологическое разрытие, которое нам позволит заменить трубу, которая заложена диаметром 700, на новую современную классно-тиковую трубу, так называемую санансовую. Ага, то есть это пропол, так называемый, да? Да, это когда трубу большего диаметра, потому что трубы закладывались в перспективе развития Мелитополя с определенным запасом. А сегодняшняя практика показала, что достаточно современных труб, я уже говорил неоднократно, с хорошим покрытием для пропуска стоков, там, где они не закоксовываются, не загрязняются, а проходят нормальные стоки. Мы планируем поменять на трубу диаметром 500 для того, чтобы запустить стоки.